Потеряться в лесу легче, чем можно предположить. Тем более сейчас, на конец лета, начало осени, выпадает сезон по сбору грибов. Сегодня я решила ради эксперимента оказаться на месте заблудившегося человека. Август самый напряженный для поисковиков месяц. Каждый день в оперативный штаб поступают звонки так называемых потеряшек и их родственников. Ягодка за ягодкой, лисичка, подосиновик и незаметно ушел вглубь леса. Давай координаты. Лисой. Боцман сколько? Восемь. Чего восемь? А чего сколько? Семьдесят восемь. Чуть свернул с маршрута и уже лесные дебри. Помощь спасателям Жора так зовут служебную собаку. Вот почти уже восемь лет он ищет заплутавших в чаще людей. Ищи. Ищи. Для усложнения задачи мы решили немного сойти с маршрута и поменяли место расположения. Звать на помощь не стали, ведь нередко потерявшийся человек находится уже без сознания, либо обессилен. Однако нюх животного не проведешь. Ай, хорошо, Жорик, молодец, хорошо, молодец, ищи, хорошо. Нередко собирая грибочек за грибочком, можно забрести в дебри. Если рядом есть железная дорога, лучше подойти к ней и следовать по направлению путей. Заблудиться в лесу может даже самоопытный грибник и охотник, подчеркивают спасатели. Заплутавшие часто впадают в панику и ведут себя не совсем адекватно. Если человек опытный и подготовленный, даже если он потерялся, больших изменений у него нет. А не у подготовленного человека, да, зачастую страх, паника. Первым делом нужно сообщить спасателям о своем местонахождении. После звонка важно оставаться на месте. Но многие грибники, особенно пенсионеры, в этом большая ошибка, не берут с собой в лес ничего, кроме ножей да корзинок. Любителям ходить по грибы да по ягоды, а также тем, кто не прочь прогуляться в лесу, стоит подготовиться заранее. Ну, во-первых, взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, взять с собой спички. Лучше пусть они будут в полиэтиленовом пакете. Ну, а также запасы еды и воды. Не помешают и лекарства. Задача заплутавшего – продержаться до прихода помощи. Правда, порой спасательные операции могут длиться по несколько дней. Искать места для ночевки, такие подходящие. Либо перед тем, как чувствуете, что начинается ночь, построить какое-то себе жилье, шалаш какой-то или подобие шалаша. Даже любой шалаш, он просто-напросто теплее будет вам ночью. Поможет согреться. К поиску потеряшек нередко присоединяются волонтеры. К примеру, ребята отряда «Лиза-Алерт» принимают звонки из оперштаба, геоданные, особые приметы. Собранную информацию обрабатывают и отправляют на поиски, успех которых во многом зависит от правильных действий самого потерявшегося. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком.